Всем привет! Смотрите как восстановить данные с разрушенного дискового массива Unraid OS. Перед тем как начать восстановление данных, давайте разберемся, что такое Unraid OS и как она работает. Unraid OS это встроенная операционная система, предназначенная для создания надежных хранилищ данных. Для обеспечения повышенной надежности хранения файлов операционная система позволяет собрать несколько дисков в массив. Массивы в Unraid OS отличаются от традиционных RAID технологий. Вместо того, чтобы использовать классические методы объединения дисков, такие как RAID 1, 5 и так далее, Unraid использует так называемую безрейдовую концепцию. Такой подход позволяет объединять в массив разные по объему диски, при этом каждый диск сохраняет свою индивидуальность. Вместо того, чтобы создать строгий набор правил для распределения данных, Unraid дает возможность каждому диску хранить свои данные независимо. Главное преимущество безрейдовой технологии в том, что если один диск выходит из строя, то потеряются только данные на этом конкретном диске, а данные на остальных дисках останутся недоступными. Это означает, что вы не потеряете все данные, как это может случиться с классическим RAID массивом. В случае, если один диск в массиве Unraid выходит из строя, вы можете заменить его на новый диск и восстановить данные с помощью встроенных инструментов. Такой подход позволяет более гибко управлять данными и обеспечивать безопасность при минимальных рисках потери. Все же данная технология хранения не исключает потерю данных, поэтому далее в видео я покажу, как восстановить файлы с разрушенного массива и потери доступа к дисковому массиву. Для общего понимания технологии построения дискового массива на Unraid OS давайте рассмотрим, как его собрать из четырех дисков. Для примера я покажу, как создать дисковый массив наподобие RAID 5, у которого один диск отведен на диск четности, и RAID 6, у которого два диска четности. Итак, откройте веб-панель управления Unraid OS, затем перейдите во вкладку Main. Здесь предлагается указать диски для парити, а также диски хранения. Выберите из выпадающего списка нужные накопители. Затем ниже для объединения их в массив нажмите кнопку Start. По умолчанию диски для хранения будут отформатированы файловой системы XFS. Чтобы выбрать другую перед стартом массива, откройте настройки диска и выберите здесь из списка нужную файловую систему. Btrfs, ZFS, RazerFS. Затем в предыдущем окне установите отметку напротив форматирования. В окне предупреждения о форматировании диска. ОК. И кликните по кнопке формат. Дождитесь окончания процесса, проверки счетности, это займет некоторое время. Итак, массив собран. Далее вы можете добавить общую папку и загрузить на диск данные. При записи данных на диске можем видеть, что информация пишется на один диск из массива. И при достижении установленной отметки заполнения накопителя продолжается запись на другой диск. Данная технология позволяет дискам оставаться независимыми от других накопителей. При выходе из строя одного накопителя вы сможете заменить его и восстановить часть утерянных данных с оставшихся накопителей. Но при поломке диска и повреждении операционной системы на загрузочном устройстве часть информации станет ненаступной, так как она будет лежать на диске четности. Для того, чтобы достать из накопителей все файлы, вам потребуется специальная программа, которая поможет собрать из накопителей разрушенный массив и достать из него данные. Для восстановления данных с Android OS воспользуйтесь программой Hetman RAID Recovery. Программа поддерживает большинство популярных файловых систем, а также типов RAID, включая без RAID-овую технологию Android OS. Для восстановления достаньте диски из хранилища с Android OS и подключите их к компьютеру с операционной системой Windows. Программа не собирает RAID в автоматическом режиме, отображает их как отдельные диски. В моем случае осталось два диска Parity, из которых достать данные без стороннего программного обеспечения возможности нет, так как два диска с данными утеряны. Сперва нужно собрать из них массив. Чтобы построить разрушенный массив из дисков, запустите RAID-конструктор. Здесь есть несколько вариантов построения, определение конфигурации по производителю и полностью ручное построение для более продвинутых пользователей. При поиске конфигурации по производителю программа на основе встроенных алгоритмов построения массива для конкретного производителя предложит на выбор несколько конфигураций дисковых массивов. Здесь вам нужно только указать количество дисков, из которых был построен массив, включая нерабочие. После программа начнет поиск и предложит на выбор несколько конфигураций. Также она отметит на ее взгляд наиболее правильные. Оставьте отметку напротив верной и нажмите добавить. После чего накопители появятся в менеджере дисков. Второй способ для продвинутых пользователей, который позволяет точно собрать нужную конфигурацию. Для начала нам нужно узнать смещение начала диска. Выделив диск мы видим, что запись диска начинается с 64 сектора. Разработчик заявляет, что начало может быть с 64 или 2048 сектора. У нас это 64. Далее запускаем конструктор. Создание вручную. Добавляем имеющиеся диски. Затем указываем тип. Мы знаем, что это Unrate. В данном случае Dual Parity. Также нам известно количество дисков. Добавим недостающие пустыми. Кликну по плюсу. Далее указываем смещение, которое нам известно. 64 сектор. Указав параметры, внизу вы увидите ваш массив. Если параметры указаны верно, развернув его, вы увидите папки с файлами. Затем нажмите добавить. После чего накопители появятся в менеджере дисков. Запустите поиск файлов. Для этого кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите открыть. Далее выберите тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. При потере одного диска достаточно будет быстрого сканирования. Если программе не удалось найти нужных файлов, выполните полный анализ. Для этого вернитесь в главное меню программы, кликните по диску правой кнопкой мыши, проанализировать заново. Полный анализ. Далее. Откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. Выделите их. И нажмите восстановить. Затем укажите место, куда их сохранить. Диск папку. И нажмите еще раз восстановить. По завершению они будут лежать в указанном каталоге. Если ваш массив был построен сингл парити одним диском четности, при поломке одного с дисков из загрузчика, без программы для восстановления вы сможете достать информацию только частично. Дело в том, что информация останется в первоначальном виде только на одном накопителе. Программа так же, как и в предыдущем случае, не собирает массив автоматически. Отображает диск парити с неразмеченной областью и диск с файловой системой. Один диск из массива утерян. В итоге у нас есть накопитель с данными, с которого мы сможем достать файлы и без программы. Есть диск четности, данные на котором без стороннего софта достать не получится. Чтобы достать из диска файлы, нужно вручную собрать из накопителя дисковый массив. Так же, как и в предыдущем случае, открываем конструктор. Здесь выбираем подходящий тип построения, по производителю или вручную. Выберите Unraid OS. Укажите количество дисков. И вот предложенные программой конфигурации. Добавляем и сканируем. Добавляем ее. Или же второй метод – создание вручную. Указываем тип, выбираем диски, указываем тоже смещение Порядок дисков Добавить Видим те же диски, сканируем их и восстанавливаем наши файлы. В итоге, если у вас остались два диска с данными, RAID можно не собирать, достаточно их просто проанализировать. Если остались только один диск с данными, его анализ вернет только те данные, которые были на нем записаны. Если к данному диску добавить диск четности и собрать массив, то можно вернуть оставшуюся часть информации, которая хранилась на утерянном диске. Теперь, когда вы знаете как собрать и восстановить данные с разрушенного массива RAID OS, вы можете обеспечить безопасность ваших данных и восстановить их в случае необходимости. Следуйте инструкциям и рекомендациям и вы без труда сможете вернуть ваши файлы. А на этом все, надеюсь данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр, пока. Субтитры сделал DimaTorzok